с моей точки зрения очень характерные но не ну не менее характерные чем гром камень и всякие прочие вот эти александрийские столпы конечно то есть объем очень большой гигантский объеме напомню да что мы уже с вами это обсуждали сегодня что их строили там вторую половину 18 века там примерно вот в это время за эти четверть века екатерининские времена построили примерно 30 километров вот этих гранитных набережно в центре естественно вот и как бы как ни странно я ни в одном месте вот я внимательно читал это все не нашел нигде не я ни одного описания механизмов и инструментов которые вот эти набережные дела я мочем и говорю вы говорите но и вы подтвердили я пытался это сделать не найти не найти но меня вот этот вопрос заволновал в тот момент когда я услышал цифру значит было вбито в берега и в дно не вы ну не менее шести сотен тысяч свой деревянных понятно 600 тысяч свой ну вот эта цифра она там ну неважно пусть гуляет это для того чтобы укрепить берега для хотя бы но дайте просто задумаемся с вами например мы с вами имеем какой-то ствол ну пусть карельской березы крепкое дерево не размокающие только в воде только твердеющие допустим она есть у вас его там привезли на вазах 600 тысяч штук много как вы будете это забивать алексей согласитесь да то есть вы берете кувалду и вот это значит стали там где-то но не знаю залезли вам построили какую-то лестницу в 2 но свои бойны свои бойные машины поищите есть у них есть гравюры да я не знаю насколько они правдивы но там тоже стоит такая усеченный конус такой из деревянных брусьев собран и сверху там на канате через кабистаны через блоки поднимают уже какую-то чушку и колотит это вполне это конечно могли делать только объем 600 тысяч штук это 600 тысяч штук у этой вот чушки по-любому есть предел как вы говорите сопромат то есть толщина вот этой корейской березы она тоже не может быть например выше определенного предела я не не знаю какого но понятно что толстую березу вы не вгоните какой угодно чушкой без современной техники да то есть если не за возможно не задавить да просто будет просто не но не войдет в дно причем учитывая что это дно соответственно болотистые а значит глинистые у нас с вами питер он весь стоит на суглинках практически туда вогнать что-либо даже своебойной машины современного типа очень сложно а тогда у нас напомню с вами не было ни электричества не не знаю нет ничего ничего ни одного просто не было механизмов которые могли бы это все делать вот только вручную до условно говорят две как ворота вы условно говорят поднимаете какой-то буллин и отпускаете он бимс вниз упал ну ладно то есть на 600 тысяч штук забить это кстати не задавался какие-нибудь упоротые левашовцы скорее то к ним вот этот намек наш с вами с такими чудиновцами да они нам по секрет обязательно будут шептать что построены с применением технологии я вам скажу надо ли неизвестны не снили это у тебя не так вот так ага рачка мигать ну понятно что там вторжение у тебя вот это вот все там помните у них там я читал для меня это конечно вот песня я на всю жизнь запомнил насть что у нас с вами просто порядке шутки юмора да то есть чтобы немножко расслабиться было было две цивилизации соответственно два вторжения утян первое было они серьезно это обсуждают была техногенная цивилизация прометея так он там огонь принес вот это все бетон подарил вот а значит 200 лет назад на этих прометеесов хороших которые кстати все построили вот эти гранитные камни таскали дворцы строили исаевские колонны точили легко то есть все это они делали прометеевцы вот хотя они были вот а потом на них напала вот это вот паразитическая цивилизация как говорит куровцы уже даже значит 200 лет у них идет такая борица значит старые техногенные цивилизации с новой который захватил они поделили ее между собой создали всякие вот этого g20 большую восьмерку создали откуда у нас недавно попросили ну и вот 200 200 лет уже война и война идет да вы на полную ядерную войну 812 окроме а кроме кунгура кроме кунгуровцев никто не замечает этого не что что она уже 200 лет или вы зря то есть вот на самом деле первый вопрос который нам сегодня задали он как раз из этой серии был так что вы просто не в теме алексей я шучу ночью короче они так навели вот этот масонский порядок только вот русские славяна арии собственно говоря поздно не оплот там куда мы любим дерево вот как бы последний рубеж стоит до обороны знать что я вот тут взял выписал несколько цифр тоже как вы разрешите их вам защита алексей я думаю что вам это будет интересно потому что у нас конечно мы с вами вот такой самый очевидный ответ мы пытаемся нашим слушателям с вами и зрителям донести потому что это самый простой ответ скажем геополимерный гранитный бетон правильно то быстро качественно дешево вот конечно вот этим кудесником всяким прометеевцам нельзя произносить слово бетон очень злятся я кстати хорошо помню что как злятся гиды например когда задаешь вопрос в питере но я много раз бывал в питере и пытался вот их с нашей какой-то вот этой альтернативистской точки зрения попытаться им вопрос задать вот он про исааки что так они синеют от ярости и от не просто реально синие бедолаги хлеб у них отбирать ну смотрите я тут выписал значит цитату из замечательные оксаны польшины такая есть исследовательница она вот провела расчет давайте просто сосредоточимся на цифрах это недолго смотрите значит ну она пишет в санкт-петербурге примерно 300 километров рек и каналов сейчас я тоже хлебну на вас посмотрел извините значит вот она оксана пишет в санкт-петербурге примерно 300 километров рек и каналов одетых ну как бы в гранит 300 километров это 300 тысяч метров умножаем на 2 тоже 2 берега реки понятное дело получаем 600 тысяч метров ну и она допускает что везде глубина одинаковая вот эти сваи 6 метровый надо забивать она примерно так и есть ну в общем как бы вот 600 тысяч мы получается наши умножаем на 6 получается 3 миллиона 600 тысяч это площадь соответственно вот этих вот поверхности стен набережной да и каналов то что нужно одеть гранитным блоком значит на гранитных блоков допустим 50 сантиметров она предлагает ну действительно тоньше в принципе не выдержит стенка ну начнет там давление либо со стороны земли либо вода там наводнение льдины всякие пойдут то есть меньше полметра но не стоит делать блок это логично они сейчас по моему так и есть по моему да вот эта облицовка она примерно 50 сантиметров значит вот умножает 33 миллиона 600 тысяч на полметра получается сейчас сколько получается получается 1 миллион восемьсот тысяч кубов вес гранита 3 тонны в кубе получается миллион восемьсот тысяч на 3 получается 5 миллиардов 400 миллионов килограмм то есть короче карл 5 с половиной миллиардов килограмм вот этой породы вложено в гранитные берега она идет дальше кстати молодец оксана кстати большую работу сделала посчитала лошадь за раз может привести ну вести тащить 200 килограмм делим 5 с половиной миллиардов на 200 получаем примерно 27 миллионов раз лошадь должна сходить со своим грузом это из выборга 120 это условно одна лошадь 27 миллионов раз берем для этой работы предлагает оксан 10 тысяч лошадей вот ну это цифра примерно понятное дело что реально такое количество вряд ли могло бы значит 20 миллионов разделить на 10 тысяч получается 2700 раз одна лошадь ходит 2700 разделить на триста шестьдесят пять дней это получается 7 и того у нас получается что ну семь с половиной вернее выходит что семь лет непрерывно из песна и отдыха 10 тысяч лошадей должны возить вот этот гранит из ну да согласитесь да алексей то есть десять тысяч лошадей которых надо кормить там не знаю поить рожать они должны там расчесать их брать вообще кстати это же не люди в конце концов они просто фарфора одного фуража надо очень много конечно бешеный но это вообще 10 тысяч это нереальная история для нищей россии но ваше внимание да то есть тех времен то есть конец восемнадцатого века речь идет о конце восемнадцатого века ну и мы понятно хотя в принципе конечно каналы в гранит одевали даже при сталине еще но там считается ремонтировали на самом деле достраивали но это еще мы с вами забыли примерно полторы тысячи километров сюда добавить это всякие вот эти шлюзы какие-то гидротехнические сооружения всякие дамбы но это мы еще это мы еще не берем строение сами там не больше за это кран штаб полностью гранитный одних одних колонн там будет во всем питере штук двадцать тысяч на виду одних колонн только гранитных ну вот мне кажется этот вот все нам просто вот это в сумме когда это сюда складываешь то конечно надо бетон то есть и конечно это никакие не 25 лет которые строили как бы при катерине как пишут историки вот эти вот конечно это там 150 лет до условно говорят до революции все это потихоньку заделывали согласно алексей да где-то так на даже с учетом бетона очень-очень-очень трудоемкой работы были это понятно если если официальная история это полный бред поверить даже что из бетона за 25 лет там все возвели очень-очень тяжело надо все-таки рационально смотреть и немножечко как бы не зашуриным не зашуриным взглядом